здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня веду я михаил горин а со мной на связи израильский журналист лев авинайс здравствуйте лев говорить будем о короне куда от нее деться уже который уже многие считают что это просто навсегда так сказать некий ритуал при пожизненный но пока что мы все еще надеемся считаем волны и надеемся что они будет когда-то последнее да тем не менее сузим тему до такой то что привычно называется в социальных сетях ваксеры и антиваксеры я имею ввиду сторонников проведения вакцин бесконечных уже в израиле делают третью и те кто категорически считают что вакцина не нужна что она вредит что она придумана врагами человечества из каких-то там причин их причин перечисляется много вполне возможно вы мне поможете я все уже не упомню но сначала вернемся конкретно к израилю у нас поразительная ситуация сложилась с одной стороны нам говорят в израиле достигнута какая-то рубиконная цифра 1 миллион инфицированных сначала эпидемии запас за недавний день было почти 12 заболевших растет число умерших да и так далее с другой стороны государство говорит все под контролем все нормально локдаун не нужен мы держим ситуацию мы за ней следим все будет хорошо при этом идут самые такие трагические сообщения о том что нас ждет когда начнется учебный год вот это вот что у нас происходит непонимание всей тяжести ситуации или мы не специалисты и надо как бы положиться на мнение тех кто нами руководит вас есть какое-то мнение по этому поводу ну мы как-то обсуждали недавно на радио река примерно ту же тему и пришли к мнению тому что в израиле это достигло некой истерической так сказать фазы может быть это национальная так сказать черта не знает склонность к истерии такая повышенная а ну а ну даже возникло такое что накручивают об основном сми ведь откуда мы получаем информацию из телевидения в основном открываю телевидение новости новости начинаются и полчаса идут новости только коронавирус я специально полез у меня благо такое телевидение что есть много каналов там немецкие французские английский я не не очень владею этими языками не очень от слова совсем вот но я специально включил вот эти новостные эти каналы и смотреть основные выпуски новостей у них ситуация не лучше чем у нас но занимает программа новости коронавируса занимает 3-4 минуты выпуски новостей наши коллеги мои коллеги журналисты говорят что это вероятно потому что у нас сейчас в израиле так называемый сезон огурцов это так у нас в сми я не знаю откуда пошло это выражение вот но когда нет новостей и когда нет новостей значит а новости должны выходить все равно в эфир так они вот заполняются вот этой вот истерикой вот на самом деле я считаю что действительно ну надо жить с этим ну смотрите англичанах не меньше заражаемость и тоже есть все у них все открыто я смотрю футбольные матчи оттуда полные стадионы битком забитые люди без масок кстати сегодня в израиле состоится футбольный матч на стадионе сами офер по моему и 30 тысяч зрителей там будут вот сегодня уже уже паникуют минздраве по этому поводу я думаю что надо к этому как-то относиться спокойнее болезнь да болезнь да болеют да попадают больницы но я не думаю что нужно вот что в этом случае вот те меры которые предлагаются и применяются сам минздрав признаешь что ничего не дает единственная цель это уже даже открытым текстом говорят что всех этих ограничений зеленых стандартов просто вынудить тех кто еще не привились вынудить их сделать пойти привиться так мне самое не вот этому не самое то что у меня больше всего раздражает вот мы пришли к основной теме назвать м biped который я хотел с вами поговорили правительство бьет в набат прививайтесь мрабитros прививайтесь на помощь правительству приходят медицинские специалисты прививайтесь прививайтесь я没 виды из его структур медицинских специалистов прививать на фоне этого идут многочисленные предложения, как людей нужно заставить делать прививку. Сам глава правительства предлагает не пускать в автобусы непривитых. Непонятно, как это сделать, но предлагается там экзотическими какими-то путями. Предлагается доходить до сюра, предлагается, чтобы они сами оплачивали свою медицинскую страховку, те, кто не хотят прививить. А какая-то врач предложила, чтобы вообще их не лечить и так далее. Я не буду перечислять формы принуждения самые экзотические и самые странные. В то же время есть антипрививочники, есть антипрививочники убежденные, которые считают, что им внедрят чипы, это вредно, нанесет им вред. А есть люди, которые здраво говорят, с их точки зрения здраво, что извините, срок прошел небольшой, никто не знает, что это за вакцина, она действительно эффективна или она вредна. Наконец-то мое тело, как хочу им, так и распоряжаюсь. Вот как быть на этой войне? Да. Ну, война, конечно, развернулась нешуточно. Смотрите, я сам, во-первых, в первую очередь я скажу то же самое, прививайтесь. Я призываю всех делать прививку, это не страшно, я сам сделал три прививки, все члены моей семьи, практически все члены моей семьи сделали прививки. Вот. Так что я за. Но меня глубоко возмущает вот это вот беспрецедентное давление и террор. Я прямо скажу террор по отношению к тем, кто по каким-либо причинам, неважно по каким, бредовым, совершенно нелепым, по религиозным каким-то, неважно по каким причинам, не хотят делать прививку. Вот. Значит, они готовы, пожалуйста, делать там тесты, которые там нужно делать, если нужно, но не нужно людей. Понимаете, когда вот это принудительство, вы знаете, это же есть закон, основной закон государства Израиль, который очевидно, я так думаю, он основан на какой-то международной конвенции, которая запрещает вынуждать человека делать что-то со своим телом против его воли. Вы знаете, когда мне делали операцию на сердце, меня спросили, вы согласны? Я говорю, а у меня есть выход? Мне сказали, нет, у вас нет выхода. Либо операция, либо, значит... Либо нет выхода, да. Ну что ж, будем делать операцию. Понимаете? Но обязательно мое согласие требуется на любую процедуру. И вот, а здесь народ, понимаете, вот это вот, ну, аморальность, обойти закон. Обойти, то есть есть закон. Значит, если вам не нравится этот закон, и он вас не устраивает, примите, идите в КНЕС, примите основной закон, что все обязаны в принудительном порядке пройти вакцину, вакцинироваться. Так было, кстати, говорят, в Израиле в 52-м году какую-то прививку... Полиомилит, одесского полиомилита. Полиомилита, вот. Делали прививку в обязательном порядке. Ну, то ли этот основной закон был принят после, то ли это... Значит, если вы не хотите изменять закон, то следуйте ему, а не ищите пути его обойти. Обойти путем создания совершенно невыносимых условий. Вы знаете, любая аналогия, конечно, страдает, но у меня почему-то возникает аналогия вот с тем, как обходили закон в Советском Союзе, допустим, о приеме евреев, ну, что все должны быть приниматься на работу. А вот евреев не хотели принимать. И находили всякие причины, чтобы не принимать, а по закону все должны иметь равные права. Точно так же, говорит, или помнить, допустим, тот же 1492 год Испанию, когда евреям говорят, нет, пожалуйста, вы абсолютно добровольно можете креститься, но если вы не креститесь, вы убираетесь из страны. Вот примерно, это, конечно, здесь говорят, что вот вы подвергаете угрозе другие жизни. Да, вот извините, я вас перебью, я хотел спросить, а как быть с этим доводом? Ну, скажем так, обобщенно государство говорит, люди, которые не хотят прививаться, они подвергают угрозе жизни всех остальных, потому что они ходят среди нас, они живут среди нас, мы же не можем их запереть. Вот тогда принимайте закон. Вот это вот так и обойти, не надо обходить, принимайте закон. И все. Смотрите, когда мы сошли до нуля практически в заболеваниях, у нас был тот же миллион непривитых, и никакой истерики не было. От того, что, ну, они, значит, ну, так вот есть, вот такая ситуация есть, вот есть непривитые в стране, в других странах тоже есть, но никто же не берет, не выкручивает руки в Англии непривитым. Да, призывают прививаться, но выкручивать руки, это уже, ну, не знаю, это аморально, по-моему. Это, знаете, это, вот эта вот идея такая, что вот кругом суббота, а у меня четверг. Да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к периодически возникающим предложениям, ну, скажем так, материально стимулировать прививающихся? Ну, это обидно, а как же, а я, что выходит, бесплатно прививался? Хорошенькое дело, тогда и мне заплатите. Понятно. Это единственное, почему вы против? Ну, конечно, равенство должно быть. Я за равенство, я социалист. Хорошо. Есть еще один аспект, который горячо обсуждается. Школьники, школа, родители. Там еще все это вдвойне. Нужно, получается, следуя вот тому, что вы сказали, согласие самого школьника, потом согласие его родителей. А пока что начинается учебный год, и никто не понимает, что делать в этой ситуации. Одни говорят, надо их вакцинировать всех поголовно и без этого не начинать учебный год. Другие говорят, нет, ни в коем случае, вот как вы, мы должны получить разрешение. Разрешение что? Школьника. А родители говорят, а мы? А мы против. И что делать? Вот и смешная ситуация появилась, опять юридическая. Все сказали, ага, мы не привиты, то есть детей, не прошедших тест, мы пускать в школу не будем. И тут сказал вдруг юридический советник, заместитель юридического советника правительства, сказал, простите, вы, конечно, лихие ребята, но есть закон, что все дети должны учиться в школе. Не пускать ребенка в школе, будь он тысячу раз не привит, или, скажем, не прошедший тест, вы не имеете права. О, пожалуйста, вот вам законник. А эти опять, значит, если нельзя, но очень хочется, то можно. Нельзя. Теперь опять-таки, да, я, честно говоря, где-то разделяю позицию министра образования Ифат Шаши Биттен, который говорит, что нельзя делать прививки в школе. Но она была против. Ну, теперь ее уломали, там будут делать. Понимаете, в чем дело? Начнется опять история в классе. Ага, там 20 учеников привиты, 5 непривитых, и 20 этих учеников устраивают бойкот остальным пятерым, с ними не общаются, мамы говорят, с этими детьми не играйте. Что это будет? Это уже натравливание уже не в социальных сетях будет, а в классе. Это уже еще более ужасно. Вот так, что мне кажется, что, да, это удобнее, там, в школе прививать. Но мне кажется, что это, вот я, я лично ожидаю таких последствий и очень их боюсь. Хорошо. Будем надеяться, что все-таки пройдет эта волна, за ней очередная, и когда-то все это прекратится, или станет привычным атрибутом нашей жизни, и мы перестанем так остро относиться ко всем этим проблемам. Лев, спасибо за ваши рассказы, за ваш комментарий, всего доброго, не болейте. Постарайся. На этом все. Напомню, что со мной на связи был израильский журналист Лев Авенайс. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова